Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вообще в шоке. Это надо было дело, конечно же, видеть. Вела себя Лёля вообще действительно неадекватно. Она гримасничала, она смеялась, её голос дрожал, она кривлялась. И когда Рита в своём ролике заговорила о психическом нездоровье Лёли, Лёля стала дурковать. Вспомнила и говорит, да-да, говорит, действительно то же самое обо мне говорил Женя Б. И стала вести себя так, что даже я, друзья мои, да, которая, ну вот, в принципе, да, не верю всему, что мне говорят, даже я поверила в её действительно психически нездоровое состояние и в её, так скажем, неадекватность. Поначалу Лёля даже делала вид, что вообще она не понимает, что это за женщина вещает. И говорила, да, мол, не поверишь, что это та самая помощница, да, делала вид, что она не понимает, что это та самая помощница Рита, которая проживала у неё на протяжении четырёх дней. Окей, цеплялась Лёля каждому слову Риты, не давала послушать зрителям вообще её видео, комментировала каждые десять секунд. Ей в чате уже стали писать о том, что дайте нам послушать, мы слышим только вас, мы не слышим даже ролик, не слышим голос, не слышим то, что говорит ваша помощница. Кстати, друзья мои, опять чат у Лёли ограничен, только исключительно для тех, кто является уже её, так скажем, подписчиками на протяжении более месяца. В общем, да, Лёля решила себя обезопасить, как говорится, по всем фронтам. Стала объяснять буквально по каждому пункту. Всё, что говорила Рита, Лёля пыталась объяснить. Выглядело это вообще очень и очень странно. Когда человек вот так над всем трясётся, складывается ощущение того, что действительно человек не уверен в своей правде, и значит, в принципе, та половина, как говорится, не врёт. По поводу того, что встретить, почему не встретила, Лёля начала объяснять. Говорит, встретить не смогла, на зиму сборить тоже не встречала, но, говорит, им, правда, такси оплачивала, потому что тебе сказали, что денег у них нет. А вообще, говорит, да, почему я должна была это делать? Я, говорит, когда, и стала вспоминать свои моменты из прошлой жизни, я, говорит, когда устраивалась на работу и ехала к работодателю, делала это, мол, сама, и меня никто не встречал и на работу не отвозил. Лёль, ну ты-то ехала в тот же город, где ты и проживала, да, а здесь человек приехал с другого конца нашей огроменной страны, приехал в чужое место, причём приехал на вокзал, да, а дальше надо ехать в какой-то населённый пункт, да, может быть, даже и таксисты не все знают конкретно, где это место находится, где этот дом находится. Почему бы, в принципе, и не встретить человека? Вот если бы я была на месте Лёли, я бы обязательно встретила человека, потому что, да, если ты действительно заинтересован, а Лёля всегда говорила о том, что ей очень и очень нужны помощники, то, конечно же, надо бы встретить человека в любом случае, но о чём я говорю, я уже как-то говорила, что чего мы хотим от Лёли, когда она собственную, родную, пожилую маму, тоже у неё не нашлось время, чтобы её встретить на машине, хотя возможность такая была, поэтому Риту она тоже не встретила. Лёля также возмутили слова по поводу того, что она говорит, вот, мол, это Рита говорит, что, мол, почему меня не встретил тот же Сергей Петрович, ведь он мог тоже это сделать. Лёля говорит, ага, конечно, говорит, Сергей Петрович был занят на хозяйстве, говорит, что, по мнению этой женщины-тётеньки, он должен был бросить хозяйство и ехать встречать её, тоже мне, говорит, жертва, жертва, говорит, нашлась, жертву из себя строит, это она говорила о Рите. Ну, Лёля у нас вообще, друзья мои, вы знаете прекрасно, обычно у нас Лёля всегда строит из себя жертву, да, рассказывает, какой она жертвой была в первых семейных отношениях, во втором браке вместе с Женей Б, какой она жертвой была всегда, поэтому у нас Лёля привыкла быть в позиции жертвы, её все жалеют, соответственно, ей донатят и так далее. А здесь получается как-то, знаете, по её мнению получается непорядок, кто-то занял её место жертвы, как это так? Я, говорит, что должна была? Выложить, говорит, дорожку из цветов, надо было, говорит, как я, говорит, могла бы её встретить, имея на руках 10 детей. Знаете, ну вот всё же, да, как я уже сказала, любой нормальный человек понимает, что человек едет действительно издалека и, конечно же, встретит этого человека, да. И ещё момент, зачем опять спекулировать 10-ю детьми? Вот мне это непонятно, да, рожать рожаем, а потом чуть что? А у меня 10 детей, а потом чуть что? А у меня 10 детей. Блин, вы для этого рожаете 10 детей, для того, чтобы потом каждый раз говорить, у меня вообще-то 10 детей, и дальше что? И дальше что, что у вас 10 детей? Ну вы же сами их рожали для себя, понимали для чего, да. Ведь, друзья мои, согласитесь, когда Лёля наша едет в гости за 200 километров к своим друзьям Козлодоевым, да, с ночёвочкой, почему-то Лёлечка не вспоминает о том, что у неё 10 детей, как говорится, даже больше, чем 7 по лавкам, которые сидят дома и которых она благополучно бросила и оставила даже с ночёвкой. А здесь ей никак не доехать 35 километров, ей никак не съездить в одну сторону и в другую, да, дабы привезти человека вообще, который едет к ней, как я уже сказала, с другого конца страны. Вот как-то, знаете, обычно, как-как, говорит, я оставлю 10 детей. Лёль, да как обычно, как всегда, на Женю и на Лёшу, всё как обычно. Далее вообще стала себя Лёля вести очень развязно и говорит, это кто здесь вообще кому и что должен, говорит. Не слишком ли много чести, да. Вы знаете, когда она это сказала, я всё прекрасно о ней поняла и поняла, почему её называют именно барыней, да, те люди, которые непосредственно с ней вот тет-а-тет общались. Она сказала, не слишком ли много чести, да, говорит, мне нужна была помощница, но и ей, говорит, нужна была работа, говорит, с какой стати я должна стелиться перед ней, да кто она такая, работа ей нужна. А что, показатель хороших человеческих отношений, это значит теперь стелиться? Что значит встретить, нормально по-человечески отнестись к человеку, доехать встретить человека с вокзала, это что, получается, ты стелишься перед ним? Или нормальные создать человеческие условия для того, чтобы человек мог нормально трудиться и выполнять свои трудовые обязанности, это что, значит стелиться? Лёля, по-моему, немножко оторвалась от земли, как я говорю, ей корона уже давит, давит на голову по полной программе, и она возомнила себя некой царицей, некой барней, некой вообще какой-то голубой кровью. Она стала кричать, да кто она такая? Работа нужна ей, Лёль. А вот мне интересно, ну кто же ты такая? Давай-ка вспомним, где, как говорится, ты лапки сняла. Да, есть такое прекрасное выражение относительно людей, которые забывают о себе, о том, кто они такие. Мы прекрасно помним, с чего началась твоя история. Ты 15-летняя девушка, которая раздвинула ноги перед 40-летним женатым, я напомню, мужчиной, у которого была семья, да? Любой, вот нормальная девушка, хорошо воспитанная девушка, девушка из хорошей семьи, никогда себе не позволит вообще связаться с женатым мужчиной. А ты в 15 лет бегала за 40-летним семейным дядькой, в итоге увела его из семьи, да? Чего ты добилась? Чего добилась конкретно ты сама? Вроде бы ничего, насколько мы знаем, ни образования, ни воспитания, жрать до сих пор не научилась, да? Но ничего, да, родила 10 детей и теперь этим кичишься. И когда тебе стали донатить только тогда, когда тебе стали переводить деньги каждый божий день, ты только тогда поверила в себя, что ты особенная и решила, что ты лучше других, потому что у тебя, мол, я ставлю цель и у меня что-то получается. Да, у тебя получается, пока тебе донатят каждый божий день, пока ты живешь за счет чужих детей, чужих денег, да, твоих же зрителей. Что будет дальше, неизвестно. Знаете, видно было, что Лёля действительно подготовилась к этому видео. И несколько раз она усиленно изучала этот ролик Риты, да? Лёля задает вопрос. Ты, говорит, приехала мыть попы? Ты, говорит, и мой. Представляете? Но ведь Лёля опять врет и лукавит. Она же сама накануне, еще до откровения Риты, ролика Риты, да, рассказывала, какой объем работы ждет ее помощница. Вспомните, друзья мои, что она говорила. Она сказала доступно для всех, да, о том, что помощница будет просто на подхвате, что все будет делать исключительно Лёля, а помощница будет просто на подхвате. А что по факту? Она решила на помощницу свалить абсолютно весь объем работы. И попы мыть, как говорится, и полы мыть, да? Но на самом деле все прекрасно понимают, что здесь надо разделять, так скажем, делегировать, как она любит говорить, обязанности. Она же любит это выражение. Я делегирую обязанности. Так вот, почему в таком случае здесь она не стала делегировать обязанности, не стала их разделять, либо попы мыть, либо мыть полы. И потом, согласитесь, когда Лёля живет без помощницы, ей с детьми всегда помогают и дочка Женечка, и сын Леша, и девятилетняя даже Саша, а также постоянно, периодически приезжает ее подруга Света, которая также готовит, занимается с детьми, занимается уборкой. А здесь почему-то Лёля решила, раз приехала помощница, посторонняя женщина, значит, можно взвалить на нее все обязанности. И готовку, и уборку, и стирку, и всех детей, да? И это, мол, действительно нормально за 30 тысяч рублей. Да, да. Дети маленькие, вот знаете, как Яков, я согласна здесь, они не могут себе нормально потереть попу, да? И это, и не могут, конечно же, сами залезть в ванную и помыть свою попу. Здесь я полностью согласна с Лёлей, естественно. Но с другой стороны, если бы Лёля с самого начала, как я уже говорила, честно озвучила перечень обязанностей новой помощницы, то вот этого вот, знаете, всего просто не было бы. Не было бы вот этих вот непоняток, недоговоренностей, да? И это было бы значительно намного честнее, нежели ты говоришь, что вы просто приедете и будете мне помогать, да? Я буду делать всё, а вы будете мне помогать. А по факту приезжает человек, и ты его запрягаешь и говоришь, чего, дорогая? Да я уехала вообще-то там на полдня, понятное дело, что всё на тебе. Вот вы представьте себе, да? Мне просто даже интересно. Вот всё на тебе, то есть ты должен приготовить поесть, убраться и заниматься детьми, ещё вытирать их попы. Каким образом это всё можно сделать, когда ты готовишь еду, да? В этот момент дети бегают где-нибудь по дому. Откуда ты видишь, простите, кто-то обосрался, да? Кому-то надо потереть попу, кому-то надо ещё что-то сделать, да? Тут же ты бегаешь там с веником, с тряпкой и с пылесосом по дому, да? И опять же, откуда ты знаешь, чем занимаются дети? Невозможно это всё делать одному человеку. Просто невозможно. И Лёля это никогда одна не делала. Опять же, напомню, ей всегда помогали её старшие дети. Всегда. Плюс приезжала к ней всегда Света. В общем, как-то так, да? А здесь получается вообще, ну, несерьёзно. Не может человек делать абсолютно всё, да? И то, и другое, и третье. Опять же, за 30 тысяч рублей я считаю, что это не та зарплата, за которую человек должен вот таким образом почему-то упахиваться. Ведь, да, действительно, Лёля помогает все. И, насколько мы с вами знаем, Лёля вообще крайне редко готовит что-то поесть. Она в основном либо покупает готовую еду, либо покупает полуфабрикаты, либо они вообще едут в город и идут в кафе, в ресторанчик, в пиццерию, да куда, в принципе, угодно, да? Просто получается странно. Сама Лёля не справляется с этим объёмом работы, да, и считает, что это нормально, что это очень тяжело. От постороннего человека она ждёт, что человек будет делать абсолютно всё. По поводу, кстати, момент заселения Риты в комнату. Помните, Рит рассказывала, как она приехала, что её, говорит, знали о моём приезде, но никто меня, по сути, не встретил, да, никто не был готов, комната была вся грязная, мухи на подоконнике и так далее. Друзья мои, мухи на подоконнике. Что же это такое? Вы знаете, вот по поводу всего этого, действительно, начался самый настоящий цирк. Она говорит, что Рита сказала, мне, мол, плевать, как спать. Это Лёля говорит, да? А также, говорит, сказала, говорит, я настолько устала, что готова, мол, я устала вот с этого недельного, да, поезда, что я готова спать, мол, и в грязи, и с мухами в комнате, говорит, мне всё равно, мол, упаду сейчас и буду спать из-за своей усталости, да? И Лёля говорит, зачем, мол, Рита лицемерит? И потом вспомнила, говорит, да, вот она, говорит, меня называла барыней, и тут же сама же, говорит, сказала, что я схватила пылесос и стала пылесосить комнату. Вы, говорит, где-нибудь видели, чтобы барыня пылесосила комнату? И потом стала рассказывать, что, да, выдала, кстати, Рите новую раскладушку, говорит, эта раскладушка очень хорошая, на ней, мол, и сейчас спит Федя. Слушайте, я что-то не поняла, наверное, вообще чего-то, да? Как это? А где тот самый диван, который она покупала Феде за 30 тысяч рублей? Почему сейчас её сын спит на раскладушке? Почему вообще матери плевать на сына, который приехал домой в кои-то веки? Я вот думаю, где же диван? Надеюсь, не в бытовке у Сергея Петровича, да? Я вот, в принципе, не удивлюсь, что она тому отдала диван, а Федю поселила, как говорится, на этой раскладушке. Ну, а потом вообще Лёля стала рассказывать, вы знаете, просто стала ржать, как самая настоящая кукукнутая женщина, и говорит, она ехала в деревню, это она рассказывает про Риту, и боится, говорит, мух, и говорит, тут мухи на подоконнике. И тут же вы не представляете, что делает Лёля. Она тут же схватила дохлую муху с подоконника, причем я уверена, что эту дохлую муху она туда специально заранее положила, да? Вот, допустим, ну, в общем, ладно. Так вот, она схватила эту дохлую муху и сделала вид, что засунула эту муху себе в рот и съела ее. Здесь, если честно, ребят, я просто обалдела. Знаете, я подумала, что ей срочно нужна смирительная рубаха, действительно, если она так себя ведет перед камерой, перед огромным количеством людей, могу себе представить, что вот эта вот барыня может себе позволить, находясь один на один с детьми и с теми людьми, которые от нее, так скажем, зависят, которые на нее работают, да? В общем, да, ребят, как говорится, знаете, есть в принципе на чем подумать. Что бы и как ни было, да, но Лёля вела себя вот на этом стриме вообще неадекватно, да? Вела себя неадекватно и недостойно. Лучше бы она вообще не комментировала Ритин ролик. Выглядела бы тогда Лёля значительно достойнее, поскольку она весь ролик пытала, весь стрим пыталась опустить вот эту Риту, но по сути Лёля опустила саму себя, причем постоянно называла Риту тетенькой и еще обозвала ее дурой. Вы знаете, что я могу сказать по поводу тетеньки, да? Ну, в принципе, не Лёля об этом говорить. Я не люблю проходиться по внешности, в принципе, крайне редко это делаю, но я не по внешности прохожу, а говорю о том, что Лёля в свои 35 лет выглядит на самом деле значительно старше, уж не ей говорить про каких-то там тетенек, да? Вот она как раз-таки сама в 35 лет, когда девчонки выглядят просто очень и очень молодо, она сама выглядит как самая настоящая тетя Мотя, я бы сказала. Так вот, по поводу дуры, ну, вы знаете, вообще оскорбления, в принципе, они как бы неприемлемы, да? Но, насколько я всегда знаю и понимаю, что когда у человека нет аргументов, когда он насколько скуп, да, на словарный запас, и вообще на что бы то ни было, человек начинает оскорблять. Он опускается до оскорблений. Вот когда нечего человеку сказать, он начинает оскорблять, потому что сказать ему получается абсолютно нечего. В общем, друзья мои, сегодня я прокомментировала буквально половину, может быть, даже меньше стрима.